Непривычно яркими красками встретил в эти выходные нацпарк «Земля леопарда» своих гостей. Первый экологический фестиваль объединил в своем желании сохранить уникальность Приморья многие национальные диаспоры края, творческие коллективы, любители заповедного отдыха и народных умельцев. Праздник готовился долго, идея родилась около года назад, но чтобы задуманное стало реальностью, потребовалось много времени и сил. Проводили фестиваль целых два дня, чтобы гости успели насладиться и выступлениями, и угощениями, и подарками. Сформировать положительный имидж Хасанского района, как территория, развивающая событийный туризм. Также показать многообразие национальных культурных традиций. Многочисленные площадки фестиваля расположились вокруг визит-центра национального парка. Особо радовала глаз яркая татарская юрта. Придавали особый колорит и различные национальные костюмы – русские, украинские, корейские. Не обошлось и без ярмарки. Тоже яркой, хоть и небольшой. Здесь предлагали гостям сувениры ручной работы, мед, свежие овощи и фрукты, выращенные на хасанской земле. А на сцене под открытым небом весь день звучали песни на разных языках. Дорогие друзья, мы щиро приветствуем вас и со святом, которое проходит сегодня в селе Барабаш, на этой чудовой площадке, среди сопок приморских. И желаем, чтобы экология, культура и творчество нас объединяли. В первый день фестиваля на его сцене выступили представители различных диаспор Приморья. Татаро-башкирский вокальный коллектив «Алтын Ай», украинский народный хор «Горлица», вокальная группа этнических корейцев «Чан Микот», а также русский народный хор «Берегиня». Отдельное место в программе заняли выступления местных жителей – казаков танцевальных коллективов «Сударушка», «Яра», «Лада». Каждая из диаспор или общин подготовилась к празднику основательно. Татаро-башкирский народ рассказывал о своей национальной кухне. Чак-чак, пастила, губодиа и другие угощения смогли попробовать гости фестиваля. Идея очень хорошая, потому что сплачивает народы и показывает традиции и культуру разных народов. И мы знакомимся при этом. Это очень приятно. Казаки барабашского хутора развернули полевую кухню, где угощали всех желающих кашей. К слову, эти ребята также внесли свой вклад в дело сохранения редкой дальневосточной кошки. Земля леопарда строилась на наших глазах. Мы даже где-то успели ее поохранять на определенных объектах. Была казачья охрана. И то, что сейчас здесь, это просто уникально, грандиозно. Гостей фестиваля ждали и различные мастер-классы. Многих увлекло рисование на воде. А вот владивостокские корейцы учили готовить по своим традиционным рецептам блинчики. Вот это вот блюдо, вообще традиционное корейское блюдо. Правда, называется это хэмульджон, потому что мы сегодня привезли из морепродуктов. Ну, туда все, дома заготовили, принесли, показали. А так, в каждой провинции свои блины. Главная идея фестиваля – гармония между природой и людьми различных культур – проходила красной нитью через все его события. Так, на площадке «Хасанская мастерская» каждый смог приобрести, а также смастерить сувениры из эко-материалов – поделки из дерева, войлока, шерсти и глины. А площадку дары барабашского леса подготовили для ценителей экологически чистой продукции. Здесь представили овощи, фрукты, ягоды, травы и мед, собранные на землях Хасанского района. Все эти площадки вызывали неподдельный интерес среди гостей фестиваля. Хотелось бы, чтобы они приехали сюда и познакомились с нашим природным достоянием, достоянием региона, достоянием всей страны. Я хотел бы, чтобы они познакомились и с историей нашей дальневосточной, наверное, лучшей кошки – это леопард дальневосточный. Всем участникам фестиваля вручали призы и подарки. Среди дарителей отметился и хранитель самки леопарда «Авроры» – компания «Восток Цемент». Предприятие активно помогает земле леопарда в сохранении природы. А сами организаторы выразили уверенность, что фестиваль сплотит местных жителей в деле сохранения уникальной природы Юго-Западного Приморья и станет ежегодным событием, знаковым для всего края. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.